Добрый вечер, Георгий Зуев, компания «Прайсер». Как вы думаете, сколько стоит сегодня в магазине в Москве вот такая бутылка новогодняя шампанского? Удивительно, но в магазине «Магнит» на Митинской улице она стоит 220 рублей, а в магазине на Нахимовской уже 300 рублей. Разница почти 50%. Сегодня динамическое ценообразование в современных торговых сетях стало реальностью. Правильные цены позволяют не только привлечь в магазин дополнительных покупателей, но и получить максимальную маржу на продаже импульсных высокодоходных товаров. Сети борются за покупателей, для этого следят за ценами друг у друга. Идет, если так можно говорить, большая шпионская игра. «Магнит» следит за «пятерочкой», «пятерочка» за «магнитом», «Дикси» следит за всеми сетями. Сети раньше, прошу прощения, банально воровали друг у друга базы. Сейчас ходят с листочками, в лучшем случае забивают информацию в планшеты. Это все человеческий такой фактор, соответственно, ошибки, слабое масштабирование, ну и достаточно долго. При этом аналитики быстрорастущих розничных сетей для анализа конкурентов уже сейчас требуют информацию примерно по миллиону ценников ежемесячно. Мы решаем эту как раз задачу. Наш сервис-прайсер умеет распознавать цены и ценники по фотографии с мобильного телефона. В течение года мы собирали образцы ценников со всей России, обучали нейросеть, настраивали алгоритмы. И теперь умеем обрабатывать эти данные и сопоставлять различные варианты написания товаров с эталонной базой данных. С момента запуска нашего сервиса летом этого года мы обработали под ключ примерно 3 миллиона ценников. Наше программное обеспечение уже работает с такими сетями, как «Дикси». Магнит. Наша выручка сейчас 500 тысяч рублей в месяц. За время акселерации фри мы прошли точку безубыточности. У нас очень простая модель монетизации. Распознавание одного ценника стоит 1 рубль. При этом по данным Росстата примерно у нас 500 миллионов ценников находятся в сетевых торговых точках. Соответственно, рынок можно оценить в 500 миллионов рублей, если мониторить ценники один раз в месяц. А нужно по факту чаще. Мы надеемся в течение двух лет занять 10% этого рынка. Но даже если займем 5%, это, в принципе, тоже будет окей. Кроме того, мы проводим пилоты в интересах крупнейших компаний-производителей и проверяем спрос в этом сегменте тоже. Почему я думаю, что все получится? Как сказал Артем, это не первый мой бизнес. Моя компания Biorg является лидером в обработке персональных данных для розничных сетей. Вот это список наших основных заказчиков, с которыми мы работаем. И мы планируем продолжить работать с этими же компаниями и в прайсере. Для реализации наших целей тиражирования продаж мы привлекаем инвестиции в размере 6 миллионов рублей. Если вам нужно долгосрочное надежное вложение, наша компания – это ваш выбор. Спасибо за внимание. Спасибо.